Поилки для КРС. При разведении крупного рогатого скота необходимо создавать соответствующие условия содержания, в помещении нужно поддерживать температурный режим, чтобы отметка не опускалась ниже 17 градусов. Для этого требуется обогрев и встроение не должно быть сквозняков, также ежедневно проводят чистку навоза. Каждая стойла оборудуется кормушкой и поилкой с поступлением чистой воды. Животным необходимо ежедневное получение корма и установленного объема жидкости. Конструкции поилок можно сделать своими силами или привлечь специалистов, которые воплотят в жизнь требования животновода и сделают работу под ключ. Поилки для КРС. Что это такое и зачем нужны? Без этого инвентаря не обойтись ни одному фермеру, занимающемуся животноводством. Поилки для КРС устанавливаются, чтобы животные могли получить достаточное количество воды. Правильный водный баланс влияет на качество и количество получаемой продукции. К поилкам предъявляется требование. Поилки для КРС доступная регуляция подачи воды, удобная чистка резервуара для поддержания санитарных норм, безвредность материалов, из которых изготовляется оборудование. Безопасное использование конструкции животными. Поилка не должна содержать острых углов и опасных деталей. Вода необходима для усвоения и переваривания кормов. Ее нехватка влияет на пищеварение, замедляет всасывание в кровь питательных веществ. Поэтому желательно приобретение готовых конструкций, либо самостоятельное их изготовление. Ведра и корыта постепенно уходят из-за обихода, так как они не соответствуют санитарным нормам. Сейчас новейшее оборудование представляет разные производители, их модели отличаются оригинальностью и объемами. Чистая вода, полученная животным через поилку, положительно влияет на его физиологическую деятельность и правильное развитие. Обратите внимание, перед установкой оборудования для получения воды нужно определить, сколько жидкости может употреблять одно животное за сутки. Мясным породам КРС требуется меньше воды, чем мясным и мясомолочным породам. Какие бывают поилки? Как было сказано, одна из составляющих для хорошего удоя и привеса скота – это поступление в достаточном количестве чистой воды. От варианта содержания животных зависит, какая разновидность оборудования будет использоваться. Групповой вид поилок для КРС подходит для мест, где животные содержатся без привези. Обычно это стационарные автопоилки, устанавливающиеся на фермах и передвижные модели, предназначающиеся для водопоя скота на выпасе. Индивидуальные Приспособлены для тех хозяйств, где животные привезные Многоуровневые Поилки устанавливают для скота, содержащий гася на разных уровнях. В холодную пору года поступление воды животным производится без особых отличий от летнего времени, но в том случае, если в помещении Поддерживается положенная температура. Для этого конструкция из пластика – оптимальный вариант. В общем-то фермер только выиграет, если в помещении в зимний период будут работать поилки с подогревом для КРС. Комфортные условия, созданные для животных, только повысят надои и поспособствуют прибавке веса. Дополнительная информация Из поилок для быков и коров не боят телят. Их не содержат вместе. Для молодняка существует специальное помещение с оборудованием особенного характера и требованиями к конструкции. Поилка для коров и быков своими руками. Чтобы самостоятельно грамотно собрать поильное оборудование, нужно учесть направление производства, возраст и примерную норму потребления воды одним животным. Для сбора оборудования подойдут следующие виды материалов – уровневые системы паения металл. Поилки делают из нержавейки либо оцинкованного железа. Такие модели довольно крепкие, но при ударах деформируются. Приспособление с легкостью можно помыть и продезинфицировать дерево. Экологически чистый и безопасный для животных материал, но не долговечный. Изготовленную деревянную конструкцию тщательно чистят и покрывают нетоксичным светсредством, но после каждого применения его нужно просушивать пластик. На сегодня это самый популярный, выгодный, практичный материал среди животноводов. Сделанное из него оборудование долговечное, легко чистится и дезинфицируется кирпич. Такая конструкция простая и достаточно долго, ее внутреннюю часть нужно оштукатурить и обработать до гладкости. Дополнительная информация. Из данных материалов легко соорудить самим поилки для коров. Надо только точно следовать этапам сборки и чертежу. Металлический резервуар варят или склопывают железный ящик прямоугольной формы. С одного бока ставят краник или делают откидную стенку с резиновым уплотнителем для герметичного закрытия. Это нужно для слива оставшейся воды. Пластиковые поилки для быков своими руками делаются так. Приобретается пластиковый желоб прямоугольного сечения 30 см. Полученные емкости ставятся на ножки из железа. При желании можно сложить своими руками кирпичную поилку для содержания коров. Сначала кладут кирпичи в виде резервуара, затем оштукатуривают внутренние и внешние стенки нетоксичными материалами. Дополнительная информация. Для предотвращения простудных болезней крупного рогатого скота в изготавляемом поильном оборудовании сначала устанавливают нагревательные элементы, которые поддерживают потребляемую воду в нужной температуре. В основном фермерами используются два вида подогрева, индивидуальный. Это трубчатые электронагреватели обладают эффективностью и простотой в использовании, но они обойдутся в копеечку. Общий установка центрального подогрева подойдет коровникам, в которых автоматизированные поилки. Подключив центральный подогрев в резервуар подается уже теплая вода. Возможно приобретение уже готовой конструкции с подогревом. Советы и рекомендации от опытных животноводов и ветеринаров. Фермеры, которые съели собаку на разведении КРС, знают все о подводных камнях этого занятия. Любое дело требует затраты не только материальных, но и моральных и физических. Животноводы, которые имеют опыт в ведении такого хозяйства, советуют выбрать подходящую по климату породу определиться с целью разведения скота. Будет ли это получение молока, мяса, молодняка, подобрать участок для будущей фермы или арендовать уже готовые помещения, организовывать хороший уход и за стадом выбрать подходящую по климату породу. Дополнительная информация. В случае, когда рядом не будет ветеринара, владелец хозяйства всегда должен иметь под рукой аптечку скорой помощи, в которой находятся самые необходимые препараты и инструменты. Также каждый фермер обязан соблюдать ветеринарные условия по содержанию КРС, правила которых следует придерживаться. В коровник заходят в спецодежде и обуви, так помещение защищается от уличных инфекций. Возле животных убирают один раз в день продукт их жизнедеятельности, вывозится в отведенные для этого места. Через определенный промежуток времени проводят дезинфекцию от насекомых и грызунов. Корма хранятся в отдельном помещении от коровника, так они не впитывают неприятные запахи. Животным должна подаваться чистая проточная вода. Взрослые особи содержатся отдельно от молодняка. Ветеринарам проводятся все нужные мероприятия и профилактические прививки по защите скота. Благодаря учету этих немаловажных пунктов, фермер сможет получить прибыль от своего занятия гораздо быстрее. Важно! Вакцинация помогает предотвратить заражение инфекциями, поэтому ее проводят как только телятам будет две недели от роду. Месячным животным делают прививки от сальманиолеза, прогриппа, сибирской язвы. Поступление чистой воды вместе с витаминами и минеральными комплексами в поилки для крупного рогатого скота – это неотъемлемая часть. В животноводстве для продуктивности выбор конструкции будет зависеть от численности голов их потребностей. Бесперебойную подачу воды можно сделать самостоятельно, выбрав для поилок подходящий материал, сделав их из пластика, металла, кирпича. Дерево – все будет зависеть от возможностей фермера. 0.0 ВОЛТАРТИКЛЕ РАТИНГ 0.0 ВОЛТАРТИКЛЕ РАТИНГ